Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуе Александр Гамоля, глядите уготым выпуском. Выборчая компания 2020. Сегодня у Гомеля пройшла видеоселекторная нарада по вопросам ее проведения. ЦТ в новых умовах. На головное питание отказал начальник регионального центра тестирования и профессийной ориентации Владимир Глазунов. Отримать консультацию на конс своих працевных интересов. Завтра в Беларуси профсоюзы проведут правовый прием. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня на Гомельшине пройшла видеоселекторная нарада по пытаниях проведения выборчей кампании. Удел ее приняла старшиня Центральной комиссии по выборах и проведении республиканских референдумов Лидия Ярмошина. На совете с Гомелем все районные центры в области. У студиях старшиня местовых выборчих комиссий. Размова об организации выборчего процесса. Это шестые президентские выборы в Беларуси. Все лето и они запланованы на 9-го жюня. Задача Центра выборкама – допомогти провести их в ответственности с действующим законодавством. Самая наша главная функция – это, во-первых, научить тех, кто работает в избирательных комиссиях, помочь тем, кто избирается, то есть кандидатам, напечатать бюллетени, распространить их и потом свести в единый результат. Документы на регистрацию инициативных групп все лето подали 55 претендентов на кандидатское посвечение. После разгляда у всех заворотов Центр выборкам зарегистровал 15 групп. Подчас проведения кампании по сбору подписов один претендент поведомил об отмове от дальнейшей борьбы. Разом с тем, по словам Лидии Ярмошиной, это самая массовая кампания по выборах президента Республики Беларусь за весь час их проведения. Самое главное отличие – это, конечно, наличие пандемии. Потому что мы никогда не проводили в подобных условиях выборы, а мне есть с чем сравнивать. Это первое. Второе – это очень большое количество претендентов, то есть лиц, которые хотят выдвинуться кандидатами в президенты. Третье – значительная часть тех, кто пытается выдвинуться, ну, скажем так, по своим, ну, возможно, по своему жизненному опыту, образованию, еще не совсем готовы к руководящим должностям, скажем так. Поэтому это, наверное, является значительным отличием, но и, конечно, значительное влияние глобальной сети интернет, прежде всего, социальных сетей, которые все больше влияют на поведение граждан, на их взгляды, гораздо более, чем традиционные средства массовой информации, по крайней мере, молодых граждан. Сегодня Беларусь и Украина провели «Телемост», присвеченный экономичному супрационнисту во умовах глобальных выкликов. Уделу им приняла и Гомельская область. Это первая деловая состража представников объединенных украин, якая прошла в режиме «Телемоста». Его организатором выступили гандлево-прамысловые палаты Беларуси и Украины. Интерес до него проявили так само дипломаты, представники беларуской товарной биржи и широку голеновых министерств. Сярод беларуских регионов могшимость выказать свои думки и пропоновы мели Гомельская и Гродинская в области. На протягу полутора годин разума об ситуации экономится и супрационнистве в умовах пандемии. У нашей в области тесные контакты с украинскими партнерами зараз мают колять 200 субъектов господарания. Причем шмат хто зыг, навод в умовах пандемии, демонструя остановшую динамику развития двухбоковых сувязев. Взаимодействие с Украиной для нас важно. Для Гомельской области это третий партнер по объему экспорта. У нас подписано 8 межрегиональных соглашений и мы планируем расширять это сотрудничество. Прорабатывается подписание соглашения с Тернопольской и Кировоградской областями. Результаты трех месяцев 2020 года эффективные. Экспорт вырос практически на 30%. В целом товарооборот с Украиной вырос. Это движение навстречу. На Гомельшине реализуется программа по створению беспечных осяродзе для людей с обмежованными физическими махчимостями. В приватности размовы идет будовництвие специальных тротуаров для инвалидов по зроку. За одним из реализованных проектов, який находится на контроле старшиня Аблвы Конкама, ознайомились наши корреспонденты. Гомельшанец Дмитрий Герашенко хоть и инвалид по зроку, але притримливается активной житевой позицией. Дмитрий займается спортом и навыц становился призером чемпионата Беларуси по футболе у группе Б1. У ее выступают абсолютно слабые спортсмены. Кожный тыдень он приходит на тренировки у Центр Олимпийского резерву по паралимпийских и дефолимпийских видах спорту. Правда, до недавнего часа пройти некольки сотня метров от автобусного припынку до центра было достаточно проблематично. Пытание вырешилось после створения тротуара с тактильной плитки. Плитка очень четко помогает сориентироваться и найти нужное направление. И подвести прямо к входу, к выходу, к ступенькам, предупреждающая плитка. Ну, чувствуешь себя человеком, что ты идешь прямо в ход, не нужно волноваться лишний раз. Конечно, удобно. Я еще начинал ориентироваться, ходить без, когда плиток нигде этих не было. Конечно, здесь сложнее, потому что иногда не понимаешь местность. Ходить без плитки даже опасно, потому что бывало такое, что я посреди проезжей части оказывался. Я сам не понимаю этого. Проект по створению беспечных умов для инвалидов профинансовали областные и городские бюджеты. Специальную плитку набыли на гомельских предприемствах. По цене она амаль удвоя дорожает за звычайную. Але на этот раз истотного значения эта розница не мела. Урештая размова шла об конкретных людях, яким необходна допомога. Сегодня у Центра Олимпийского резерву по паралимпийских и дефлимпийских видах спорту займается, каля 190 людей с обмежованными физичными махчымастями. Каля 500 человек постоянно наведывают Центр инклюзивной культуры. Сирот их так само шмат инвалидов. Здесь, можно сказать, спланировано все для инвалида, для его безопасности. Вот все эти плиты безопасности, вот линия безопасности. Работы по укладце тактильной плитки на приканце минулого года выканали специалисты Гомельского городского дорожно-будовничного треста. На реализацию проекта спотребилася каля месяца. Эффект оказался настолько значным, что отрыманные на процовке на предприемстве вырешили выкарстать и в инших районах областного центра. Мы сейчас ее пытаемся применять везде, на всех тротуарах, где делаем ремонт, в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, для предупреждения лиц с физическими ограничениями о подходе к проезжей части. В начале этого года свет сутокнулся с пандемией COVID-19. Этот вирус стал выкликом человечества из медицинского, из экономичного, из громадского пунктов гляджения. Поглядеть на ситуацию нашей в области объективно закликанный специальный выпуск ток-шоу «Головная тема» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Гости и эксперты расскажут, как организована работа всех медицинских службов и нагадают о правилах, які допомогуть заховать здоров'я. Стоп COVID-19. Такова главная тема. Думал просто простуда, я только вспомнил о коронавирусе, когда позвонили и сообщили, что у меня положительный тест. Я помню тот день, я был дома уже вечером поздно, что везут к нам Алексея. Мы готовы были его принять уже. Достаточно побыть в закрытом помещении, коим является автобус в определенной степени, 15 и более минут, и есть риск действительно инфицирования COVID-19. Службы отработали очень быстро, отработали контакты первого уровня, были контакты изолированы, все меры были приняты своевременно. Я с гордостью могу сказать, что наши друзья тоже присоединились вот к этой акции. Как мы ведем себя в таких ситуациях? Это может случиться с кем угодно, но только не со мной. Очень часто в адрес белых людей, в частности в свой адрес, я очень много раз слышал «корона гоу, корона чало», в переводе с инди это «проваливай отсюда». Столкнуться с такой ситуацией, когда был бы резкий скачок заболевания, не пришлось. Не пришлось, и надеюсь, что и не придется, потому что все мы делали на опережение. Ситуация под контролем, и скоро мы победим. Сегодня предлагаю взглянуть на ситуацию объективно. Глядите специальный выпуск ток-шоу «Головная тема. Стоп ковид-19». 28 мая у 18.25 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». До начала централизованного тестирования застается меньше за месяц. Битуренты из всей краины активно рыхтуются до испытов, но эпидемичная ситуация вымышая ставиться настерожено до удела в будущих экзаменах. В каких умовах все лето отбудется централизованное тестирование, мероприемство, которое за уседы проходило массово. На пытание отказал начальник регионального центра тестирования и профессийной ориентации у Владимира Хлазунов. Количество абитуриентов в аудитории будет не более 50, для того, чтобы обеспечить их рассадку не менее чем на полтора метра друг от друга. Второе – это массовые предметы, такие как русский язык и математика, в этом году пройдут в два дня. С целью, чтобы не было наплыва людей. Организаторы в аудиториях будут работать в масках, будут работать в перчатках. Кураторы централизованного тестирования спадяются на пильность абитуриентов и закликают у всех выполнять масочный режим на протягу испытов. Завтра у Беларуси отбудется правсоюзный правовый прием граждан. Любые жадают, что сможет отримать консультацию правсоюзных юристов на конт обороны працанных альбо социально-экономичных интересов по телефону с 9 до 13 годин. У Гомельским областным объединением правсоюза прием будет проводить главный правовый инспектор працы Катярына Филипцова. Телефон для сувязи 8-0232-32-9085. Сегодня же можно звернуться, как подаведаться про номеры юристов, которые будут ожицевлять консультации у районах. Тем, кто новинный и потребную информацию отримливает с газеты «Часописа», в самый час выписывать любимые выдания. У Беларуси проходит подписная кампания на другое по угодзе. Оформить подписку можно у любым отделением паштовой сувязи, в режиме онлайн про систему интернет-подписка на сайте Белпошты, у паштальона про сплатежно-доведочный терминал. Как проходит кампания у одним из отделений сувязи, доведалась Марина Джалая. У 48-го паштовом отделения на Советской Амаль пусто. Пандемия тримая у всех, кого можно дома. Звучайно, кажут работники, у таких час мы были на поште у 10 ранницы. Шматлюдно. И все ж таки подписная кампания иде своим ходом. У зали столик с каталогами. Оператор Лизавета Жукова допоможа выбрать подписчикам необходные выдания. Если они не знают, мы можем посоветовать. Там есть спортивные издания, какие-то общественные, детские издания. Все, что пожелает. А что чаще всего выписывают? Выписывают советскую Беларусь, детские издания, для дачи. Сейчас сезон дач начинается, люди по сезону уже выписывают? Да. Вельми просто и изрушно выписать в Идании просплатежно-доведочный терминал. Коли не ведаете, як это зрабить, консультант подкажем. Технологии не стоят на месте, клиенты все больше и больше осваивают терминалы самообслуживания. Все очень просто. Заходим в почтовые услуги. Сейчас идет подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Мы выбираем. Ну, давайте пройдем по адресу подписчика. Возьмем советскую Беларусь. Вводим подписной индекс. Нужно знать подписной индекс. У нас всегда в зале есть оператор, есть администратор, который всегда поможет разобраться в подписном каталоге. Ну, вот я показала вам, как мы набираем индекс подписного издания. Потом мы с вами выбираем, какой месяц мы хотим выписать. Июль, август, сентябрь. Можем навесить все полугодие. Все очень просто. Сразу к оплате выходит сумма. И вводим адрес. Вводим адрес. В отделениях поштовой сувязи протягивается акция под оброчинные подписцы «Подарить детяти радость». Любы жадают, что можно оформить подписку на детячие часописы и газеты у адрес притулка у детячих домов и инших установ. Дарыши супрацовники 48-го отделения кажут, что необыяковых людей шмат. И это вельми приемно. Марина Джуала, Игорь Марисченко, телерадио «Компания Гомель». Наближается початок лета, разом зим, Международный день обороны детей. Напередо Дню свята Гомельская областная организация громадского объединения «Белая Русь» пропонует подтримать детей, яким особливо потребны тепленья и хлопот. Подребязности в наступном репортаже. Акция «Здоровое будущее» выник партнерства «Белой Руси» с медицинским центром «Белсона», городской организацией Белорусской ассоциации допомоги детям-инвалидам и молодым инвалидам, а так само с артистом Андреем Ярониным. У задуму организаторов у выходе у целых шерег мероприемств, аля эпидемичная ситуация вымусила переглядеть планы. Во-первых, у нас была очень большая задумка. Мы хотели сделать эту акцию масштабной на года, то и полтора, проехать по нашим крупнейшим городам Гомельской области, а потом, может быть, даже выйти за территорию Гомельской области. Мы хотели проехать с туром, с медицинским обследованием детей, с интерактивными площадками, показать, что есть отдых, здоровый отдых, не только в планшетах сидеть или в гаджетах, а что можно проводить с пользой досуг свой. И плюс к этому с нами собирался по этому туру проехать артист Андрей Яронин. Когда помогши детям, які опынулись у тяжким становища, объединение «Белая Русь» объявило об сбору сродков. Любый жадающий може перелишить финансовое охверование на доброчинный рахунок, тепер отдать сродки гигиены и индивидуальной обороны у Центр инклюзивной культуры. Не глядяши на эпидситуацию, концерт Андрея Яронина отбудется, а лео онлайн-формате. 1 июня для меня дата знаковая, всегда есть приглашение, я всегда охотно выступаю на мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Но онлайн-выступление впервые. И не понимаю, как это будет без публики, как по ощущениям сумели найти контакт с камерой, чтобы донести туда тот же посыл, который обычно доносишь со сцены, когда есть зритель. В общем, немножко в легком стрессе, но надеюсь, что все получится, команда работает, механизм запущен. Трансляция пройдет 1-го червеня у 18-го дня на официйном ютуб-канале «Артыста». Каб знайсти его, достатково увести имя и прозвища музыканта в пошуковый родок сайта. Миколай Скинтиян, Яуген Макеенко, Филипп Рабикау, телерадиокампания «Гомель». Это иная новая информация о проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Белару-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За минувшие сутки спасатели Гомельской области 9 раз выезжали на оказание технической помощи, ликвидировали один торфяной пожар в Добружском районе, потушили возгорание квартиры и хозяйственные постройки. Так в Калинковичах на улице Батова произошел пожар на пятом этаже жилого дома. Огонь повредил потолок и имущество в ванной комнате. Рассматриваемая версия причины возгорания – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. Пострадавших нет. А в Будо-Кошелево спасатели тушили кирпичный сарай. Пожар произошел сегодня ночью. По предварительной версии, это случилось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. В Калинковичском районе 44-летний мужчина угрожал пенсионерам охотничьим ружьем. Как сообщили в Управлении внутренних дел, мужчина перебрался спиртным, что и послужило причиной неправомерного поступка. В деревне Шарейки дебошир наставил на пенсионеров оружие и угрожал им убийством. На экстренный вызов откликнули сотрудники уголовного розыска местного РУВД. А для силового захвата нарушителя из областного центра были направлены сотрудники спецподразделения. Задержание прошло в штатном режиме без применения оружия. На пол! Руки за спину! О дальнейшем многое рассказал обыск. Задержанный был вооружен до зубов. Дома у мужчины изъяли незарегистрированное охотничье ружье с патронами и два пневматических пистолета. Изъятое оружие направлено для проведения экспертизы в Управлении по Гомельской области Государственного комитета судебных экспертиз. Следователям местного РУСК дана правовая оценка действия мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. В Гомеле начали судить грабителя банков, обвиняемый 25-летний житель Будокошелевского района, которого задержали в марте. До этого молодой человек с предметом, похожим на пистолет, успел ограбить отделение банка в большевике, а потом попытался взять банк в агрогородке Бобовичи. Но что-то пошло не так. Напомним, 10 января неизвестно зашел в банк и под угрозой оружия приказал кассиру складывать деньги. В результате было похищено в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей. Позднее, уже 2 марта, мужчина зашел в одно из отделений банка в Бобовичах и потребовал у кассира деньги. Однако работница не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчина скрылся, но вскоре был задержан. Сейчас его обвиняют в угрозе применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, и разбои, совершенном повторно и в крупном размере. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Как объяснил обвиняемый, деньги ему были нужны для покрытия долгов. Он увлекался онлайн-казино и ставками на спорт. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де-Факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Развязка все ближе. Завтра состоятся первые матчи полуфинала чемпионата Беларуси по мини-футболу. До решающих поединков добрались исключительно обитатели сильнейшего квартета по итогам регулярки. Причем нас ждет повторение противостояния 1-2 финала Кубка страны. В Гомельском дерби БЧВРЗ статистика на стороне железнодорожников. Подопечные Анатолия Яновского в нынешнем сезоне ни разу не смогли переиграть соперника. Поражение и ничья в чемпионате. Такой же расклад был и в полуфинале Кубка. В вагоностроители думается не прочь подправить статистику в свою пользу. Команде Дмитрия Камека надо будет подтверждать свое лидерство по итогам регулярки. Первый матч этого противостояния, впрочем, как и все последующие, пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Завтра начало в 17.00. Полуфинальная кубковая дуэль между столицей и Витеном сложилась в пользу к дружине из Минска. По итогам регулярки команда разделил всего один балл. Энергетики выше в таблице. В этой паре борьба начнется в Орше. Начало матча в 19.15. В Гомельском центре восточных единоборств прошел учебно-квалификационный сбор. На экзамен держались самые маленькие каратисты. Трехдневный марафон – непростая задача для юных спортсменов. Тренировки длятся по несколько часов. Ребята демонстрируют своим инструкторам все, чему научились на тренировках. Это знания базовой и боевой техник. Ката – это строгая последовательность движений, имитирующих бой с несколькими противниками. Также в программе экзамен по общефизической подготовке, акробатике, дыхательные упражнения. Каратэ – это не просто система рукопашного боя, это философия и система воспитания. А потому обязателен экзамен по этикету и истории каратэ. Ребята, которые с успехом прошли трехдневные марафоны, подтвердили свое мастерство, получили нашивки и пояса следующего уровня. Испытание достаточно серьезное. И ребенок, малыш, он устает, он, проходя три дня этой тренировки, реально копится и усталость, и он понимает, что какой труд. И чем эта нашивка, пояс ему удается. Поэтому он привыкает к труду, ну и, соответственно, наверное, и учит трудиться в жизни. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует...